Добрый-добрый-добрый день всем! Микрофон на друг, это студия игрокам ТВ и... Айлига, третий сезон. Ответный матч между командами Invictus Gaming против CDC Gaming. Ну, в первой катке CDC имели возможность наказать IG за ряд ошибок, но в итоге сами ошиблись в лейте пару раз и отдали целую катку своим оппонентам. IG выиграли первую игру, теперь у нас второй матч. Матч этот в формате Best of 2 вообще у нас происходит, поэтому катка последняя. Кто заберет следующую игру, тот получит дополнительные поинты. Кто проиграет, соответственно, уйдет ни с чем. IG сейчас ведут со счетом 1-0. По пику Queen of Pain у CDC, скорее всего, отправится на мидлейн. Шики будет играть на ней, Лина будет саппортить вместе с Рубиком. Акс отправится у нас, скорее всего, в сложную линию, ну, мне так кажется. Ну и мидлейн... О, не мидлейн, а легкую. Осталось каким-то керри снабдить. Ну, команда IG забанила уже Эмбер Спирита. Посмотрим, чем CDC ответит. Ну и со стороны Invictus Gaming забанили Клокверка CDC, но Шейкер-то в прошлой игре стоял у нас на сложной. Видимо, ничему не научились CDC. В этот раз Шейкеру тоже не проблема стать на сложную. Правда, если против него будет стоять триплап какая-то более-менее серьезная, то Шейкера, конечно, вперед ногами вынесут. Это факт. Вот, поэтому, может, даже все-таки Шейкер пойдет саппортом для Phantom Lancer, а для Акси возьмут кого-то другого. Ну, скорее всего, думают об этом Invictus Gaming примерно. Виномантер для IG. Хо-хо. Винник для команды IG. Укомплектовались все пять героев для них. Шейкер, SF, Phantom Lancer, Witch Doctor и Виномантер для Invictus Gaming. Ну и со стороны CDC, Клопа, Лина, Акс, Рубик и еще один нужен герой. И кто там такой сильный, который с Пейлом мог бы посоревноваться? Медуза у нас есть? Есть Медуза. Не надо никогда о ней забывать. Кстати, говорят, что Медуза суперсерьезный контр ПЛу, и ни разу я не видел, чтобы Медузу кто-то брал против ПЛа. Все как-то... Вроде бы и контр, но все как-то избегают Медузы. Ну, давайте брать сейчас ее. В чем проблема? В бане у нас Медузы нет. Фармить она может смело. В паре с такими саппортами, как Лина и Рубик. Undyne для команды CDC. Что за... Возможно, Квопа отправится в фармить легкую линию. О, так и есть. Лина у нас для Шики на Медлэйн. Скорее всего, Queen of Pain отправляется фармить легкую. Акс пойдет сложную с каким-нибудь саппортом, например, с Undying. А Рубик с Квопой, наверное, нет. Акс пойдет все-таки с Рубиком. Аквенов Пейн и Undying смогут отстоять линию... Ну, наверное, нижнюю. Акс, скорее всего, пойдет в харду. Со стороны команды Invictus Gaming. Виноманцер для Акси. В сложную. Вич Доктор для Чи у нас. Феррари на SF в Медлэйн. Шейкер для Фейта. И Фантом Ланцер будет для Бёрнинга. Так, в общем-то, без каких-то особых инноваций. XZ забирает акция и пойдет с ним наверняка в сложную. Агрессив будет на Аквенов поинформить. Легкий лайн, Шики на Медлэйне и... Ну и все, а дальше все понятно. Немножко совсем времени осталось. Все, команды разобрали своих героев. Смотрим расстановку по лайнам. Смотрим, насколько я правильно все понял. Или насколько я сильно не разбираюсь в доте. Кси на Венике отправляется в легкую линию в Соло. Пока что никто ему не помогает. Но ситуация зеркальная, как было в прошлый раз от команды CDC. Так и здесь Кси, сложную. Вроде и оффлейнера, отправляется на легкий лайн. Сформить будет против, я думаю, против XZ и еще кого-то. Если Кси сейчас встретится у нас с Рубиком. Рубик уже идет первый. Есть у него телекинез. Да, Кси скорее всего здесь встречается. Нет, не догоняют у нас Кси. Вард поставил Кси. Он не видит, что здесь происходит. И пока что стоит здесь. CDC дальше давить не стали. А шанс был. Не знаю, видели ли они Веника. Но если б видели, Веник видел бы их. И тогда, наверное, было бы... Ну, понятно. Смог спал бы. В итоге ни с кем не встретились. Без фрагов пока что. Внизу здесь располагается у нас Бернинг. Вместе с Чи на Вич Докторе Феррари. Забирает, скорее всего, руну. Ну и Фейт. А Фейт может, в принципе, отправиться на топ-лейн. Помогать Кси фармить. Команда IG отправила триплу в сложную. Со стороны команды CDC. Скорее всего, та же история. Агрессив у нас. Будет фармить в сложной. Кью, скорее всего, на Рубике ему помогать. А в легкую линию уходит у нас Андайинг вместе с Саксом. Вот так. Два милишника отправили LG CDC вниз. И два милишника будут стоять у нас против Бернинга и Вич Доктора. Фейт пока что на мид-лейне. Если вдруг Лина выйдет, то Лину попробуют забрать. Хотя СФ через Некромастер и пошел. Никаких кайлов. Ну и Фейт смещается в собственный лес. Здесь пока что в соло стоит Кси. Через Варды идет. И эти Варды просто-напросто фидят у нас команду CDC. Икзет может уже, в принципе, врываться на ВД. Контр-Хеликс прокачал у нас Акс. Можно было попробовать продамажить ВД. В итоге не решился. Андайинг идет через Дикей. Бернинг у нас через Ланс. Ну и, конечно же, каски от Вич Доктора. Все, пошел Дикей от Андайинга. Уже три, кстати. Восемьсот пятнадцать ХП. Да, Андайинг тут супертанк. Вообще, бей-бей-гей. Шики. Забирает у нас в итоге СФ. А поймал Фессуру. Шики, ладно, давайте смотреть. Есть же такой вариант. Короче говоря, все, что можно было Шики поймать. Поймал и развалил в итоге СФ. А первый фраг для команды CDC. Центрик от IG здесь. А зачем? Против кого? Для чего? Если вдруг кто-то будет в инвизи заходить. Я так, как я понимаю. Ну что, для Шики уже есть Боттл. У СФа, в свою очередь, ничего, кроме Рейсбэнда. У Шики есть Нул Талисман. Тапка пока нет, но есть Боттл. Это уже безусловный плюс. Ксин на сложной линии. Пока без ничего. Внизу, вверху точнее, Квин оф Пейн у нас с тапком. И тоже пока без ничего. Нул Талисман собирается себе агрессив принести. У Рубика тоже абсолютно, абсолютное отсутствие артефактов. Ну и Акс на данный момент нафармил себе уже на тапок. Ринг оф протекшн есть. Фармит себе на Транквил Боуци. И у Андаинга нет до сих пор никаких тапков. Фейт готовится зайти в спину здесь Шики. Будет ли Фессура от Фейта? Нет, Фессура от Фейта не пошла. Поздновато немножко Фейт у нас сместился на мидлейн. Хотя здесь был Вич Доктор. И Фейт должен был первым выскочить и закрыть Шики. Здесь вот не позволив ему зайти на хайграунд. В итоге не срослось, не получилось. Внизу тоже особенно без замесов. Если Бернинг подходит, сразу же огребает здесь от Аксой. Да и от Андаинга тоже неплохо получает Бернинг. 360 хп всего. Баттлхангер у нас у Экзет в приоритете. Как я вижу, в 2 прокачал. Но Бернинг на ранних левелах слабый. И от Баттлхангера он будет очень сильно проседать. Если будет здесь 3-го левела или вообще замакшенный, то проблемы у Бернинга будут огромнейшие. 3-й левел Фантом Лансер. Ничего пока. 4-й уже даже. Кроме Спирит Ланса пока ничего не качал. Лина, кстати, неплохо против СФ-а стоит. 15 на 6 у нас у Феррари. Против него Шики 13 на 3. И вообще в прошлой кратке Шики очень уверенно себя показывал. На Инвокере достаточно интересно выглядел данный игрок. В данном случае, в общем-то, ровненько идет с Феррари. Но к чему я все это веду? Феррари вообще король просто. Доты, король мидлейнов. Одна из наиболее известных личностей азиатской доты. Доты на мидлейне так точно. Я даже не знаю, с кем его сравнивать. Феррари по популярности. Ну то есть игрок действительно заслужил. И имя свое, и отношение уважительное к нему. И если с ним стоять на равных, то это дорогого стоит. И Шики ничего так смотрелся в прошлой игре. Может даже и помощнее, чем Феррари на Шторм Спирите. Правда, что Шторм Спирит потом всю игру организовал в лейте. И смог забайтить на себя. И главный файт, который выиграли команда IG, позволил им снести весь хайграунд. Своих оппонентов. Но, тем не менее, Шики при этом не смотрится как парень из какой-то низшей лиги, который стоит против профессионала. Ничего подобного. Фейта. Второй левел. Вот-вот. Наконец-то. Пятая минута. Второй левел для Шейкера. Queen of Pain. Наконец-то приобретает себе нул талисман. Есть уже рингов Базилус для Квапа и Агрессив. На этот раз не будет. Мне кажется, настолько серьезным, как в прошлом катке на Джагере. Феррари в это время отправляется у нас в лес. Есть для Феррари Boots of Speed, Race Band и Bottle тоже для мидера команды IG. А Лина продолжает стоять на лайне. Шики никуда не уходит. Все время фармит. 24 на 10 у него, 27 на 6 у СФ. Но потому что не будем забывать, в СФ у тут настакали достаточно большое количество крипов. Фейт просто стоит и получает экспу. Пока что второй с половиной левел. Подходить близко к Шике нельзя. Любой рассказ тут Лины это смерть для Шейкера. Инвест юзает Лина. И еще не юзает даже. Просто берет в Боттл и во вражеский лес отправляется. Варды поставили. Вижен здесь был от команды IG. Знали примерно с чем Лина у нас ушла. Ну и прячется Фейт. Подальше за деревья. Куда-нибудь на руну. Файт у нас пошел в лесу команды CDSC. Налой хп андайинг. Феррари под хостой разваливает андайинга. Уже здесь XZ. Агрит на себя Вичдоктора. Вичдоктор тоже умирает. Айндайнг мертвый. Вичдоктор мертвый. Ну и уходит отсюда XZ. В итоге размен-то 3 в 1. Ё-ёй, вот это жесть. Лина так вовремя пришла. Пейла просто развалила. И туда же Шейкер отправился. CDSC по итогам файта 900 по голде зарабатывают. И по экспириенсу тоже 900 для них. XI на Веномансере. Тысяча золота на руках была. Аркан Буцы приобретает. Веник у нас идет через Пойзенстинк и через Варды. Варды у нас в приоритете. То есть сейчас 7 левел, 4 варды. И делай с ними что хочешь вообще с теми вардами. XZ смещается в собственный лес. До Даггера. Ничего уже. Даггер готов для XZ. Единственное, что Курьер тут бегает по карте. Носит смоки и Magic Sticky для Q. Даггеру акция есть. 7 минута, 30 секунда. В принципе, к 8 минуте XZ уже может появляться на лайне и уже начинать драться. 4-11. Если пока что выигрывают по фрагам, по голде. 3,5 по экспириенсу, по 2000 тоже их преимущество. Акс с Даггером. ТП. Вниз. Сразу же врыв на Феррари. Просто моментально. На Феррари еще и крипы близко подходят. Феррари очень здесь не повезло. Каллинг Блейд пошел от Акса. Улетает отсюда. Улетает отсюда Фейд. Не по шансам ему. И Бернинг. Нет, не Бернинг. Си. Си у нас в это время умирает на топ-лейне. 6-1 счет. Си Ди и Си давят и валят просто команду Айджи с ног. Очень ранний даггер, по сути, для Акса появился. Это все после Транквил Бутсов. Есть еще и Ринко Фреген Форст Тафф скоро появится для Акса. Вот Акс у нас в итоге будет просто умница по фармам. Мид лейн. Вот команда Си Ди и Си. Так, мид лейн, мид лейн, мид лейн. Лина. Лина с фейсбутцами снул талисманом. Ну и ничего, Маджик Вонт в курьере только для Шики. Пон и Творцу давайте посмотрим. Лина 4-100. Чуть-чуть 4-170. Чуть-чуть совсем уступает Экзеду. Но это, опять же, вопрос одного крипа. Дерят первое и второе место. 3-200. В итоге у нас Феррари. На тысячу Шики переформил Феррари на мид лейне. Феррари на СФ. Не просто Феррари. Феррари на СФ, которому стакают крипов. Феррари на СФ в лесах. О котором заботится вся команда Айджи. Вот вам и Шики. Бернинг тоже, как не посмотрю на него, половину времени тратит на то, чтобы просто пешком бегать по карте. У него не все хорошо. У него 23 на 3 крипстат. Давайте посмотрим на квапу. 56 на 12. 56 на 9 акс. 49 СФ. 49 мид лейн. И мид лейн квапа. И 28 на 4. Даже Веномансер. Который вардами вообще фармит. Не руками, а вардами. Кто знает вообще, как вардами этими фармить. Кси спрятался в кусты. Все-таки Веномсгель прокачал в один. Польза нового тоже у веника есть. И заходят в спину. Икзет здесь. Акс не видит здесь Кси. Хотя попинговали, где находится Кси. Врываться туда Аксу, наверное, смысла никакого. ХП не так много. А под поезда новой под вардами развалится. У нас Акс в итоге в кустах там. Особенно, когда еще и Тавр на него переагрится. 10 минут сыграно. Сиди Си. 5,5 по золоту. 4,5 по экспириенсу. Фейт. 4,5 левел. 11 минута. Фейт, соберись. Вич Доктор. Да тут два сапога пара вообще. Вич Доктор и Шейкер. У СФа. 8,5 левел. Но пока что для Феррари вообще ничего хорошего я не вижу. Есть только ПТ, Сейджмаск, Рисбент и Боттл. В это время у Лины уже половина Юла собрана. Стапов Исвердри. Еще и 1200 на руках. Ну то есть это Мурдипмаск. Это Мурдипмаск. Это Войдстоун плюс Сейджмаск. Осталось 500 всего лишь голды. Куда там? 4,5 ход Юла уже собрана для Шики. Фейт. Фессура. Ну и Каски просто на одном Шике заканчиваются. Каски вообще неудачные. Ой, как удачно было бы Экзеду сюда ворваться в троих. Лина бы задула туда и дала бы Лайт Страйкеры. А дальше всех бы развалили. Немножко провтыкал у нас Экзед, пока бегал от Лины. Чтоб Каски не получить. В итоге файт не состоялся. Но ты один на медлайне. Команда СиДиСи забрала. Бёрнинг в это время. До сих пор без ПТ. Есть у Бёрнинга Гентл оф Стрэншесер клетка. Стрэншер клетка. Котлетка. 33. Крипа всего лишь Бёрнинг за 12 минут убил. Это Фантом Лансер, который от фарма зависим... Я даже не знаю на сколько. Короче, фарм очень нужен ему. А в итоге этот фарм... Да в никуда этот фарм. В итоге Акс там поиздевался над Бёрнингом на сложной линии. Что, готовится у нас замес. Закрывают кисурой здесь Акса. Польза нова пошла от Кси. Лагуна Блейд. Вич Доктора. Вич Доктор Мёртвый. Шики. Под ноги Бёрнингу. Раскасты и с руки Бёрнинга допилили. 3 в 0. CDC дерутся. Кси Бедняга валить отсюда. Феррари разультился. Шики уходит отсюда. На хосте. Всё, Шики живой. Все живы в составе команды CDC. 3 в 0 подрались. Вич Доктор уже появился. Шейкер появился. Можно приходить драться дальше. Ой, как тут наплевал Кси. Всё вообще в его соплях из земли. Всё абсолютно. Подходить близко очень рискованно. Полторы тысячи по экспириенсу. Тысяча сто по голде. И посмотрите на счёт. 9-1 выигрывает команда CDC. Куда идти дальше, непонятно. По золоту. 8 в их пользу. По экспириенсу. Тоже 7 тысяч в их пользу. IG. Те самые IG, которые те самые IG. Ну, вы поняли. Эти IG терпят вообще как дети. Как команда из другого дивизиона. Как те игроки, которые вроде бы не так давно играют в доту. Они в доту играют дольше, наверное, чем я вообще компьютер видел. Шейкер до сих пор без Эхо Слема. Вич Доктор до сих пор без Дез Вардам. СФ до сих пор без нормального фарма. И ПЛ. ПЛ у нас с Брасером, Рингов Базилус и Бутс оф Спид. Можно поздравить команду с IG с потрясающим фармом. По фарму, конечно, это дикость просто какая-то. У Веника есть уже Хедреска, есть Баклер. И рецепт на Мекку нету. Рецепт на Мекку откладывается. Веник потихонечку подпушивает Лайн. Если Кси здесь найдут, его, в принципе, развали. Вроде как команда CDC помощнее выглядит. Что там у Андаинга? Тоже до Мекки... Даже ближе к Мекке он, чем Кси. Да при том, что Кси стоял в соло фармил, а Андаин просто был на саппортинге Акса. У Акса уже... До Форстафа здесь копейки остались. Фессура от Шейкера. Еще одна фессура от Рубика. Каски ловит здесь Рубик вместе с Шейки. В итоге Бернинг разваливает Рубика. Второй фраг для команды IG. Давайте посмотрим, сколько за саппорт Рубика заработали игроки команды IG. Как низко они были... Да немного, кстати. 480 вообще немного. Я думал, больше гораздо дадут. Потому что IG вроде как слишком терпели. Шейки... 380... Шики сейчас должен встретиться здесь С Витч Доктором и Шейкером У него есть ЕУ У него есть уже Пойнт Бустер Кто еще с кем встретится? Шики видят Поднимает себя в ветра Зачем? А, это СФ поднимает его в ветра Ну и дабл в ветра И не разультился у нас в итоге СФ, и Шики жив, и Лагуна Блейд И пилить дальше Бернинга с руки Боже ж ты мой Что случилось с командой IG? Дальше за Бернингом Заплевали у нас Бернинга Иллюзии расковыряли Вот это Шики нашиковал Это просто великолепно было От команды CDSC IG рассыпались просто как рахиты Вообще от ветра 15 метров в секунду В разные стороны Разнесло их И что, еще кого-то? И пятого кого-то убили Где, где, где? Кого? Неужели 5 в 0 в итоге файт? Ой, так и есть 14-2 счет Был 9-2, теперь 14-2 Я хочу это смотреть вечно ПТ появляется для Фантом Лансера При этом Оркет для Квапы И Форс Став для Акса Класс, Файт Рикап Очень удачный Показал нам, как убили Веника Да, 5 в 0 подрались Ну, примерно Очень показательная Была последняя драка Была показана не только То, что CDSC Рукастые ребята И которые могут Из любой ситуации Выкрутиться Ну и то, что они просто мощнее Вроде бы Позиция лучше была у команды IG Они обходили Лину С четырех сторон Не должны были давать ей вообще выйти В итоге Лина у нас приземлилась После второго Юла Дала под ноги Лайт Страйк Эрой И просто стерла вообще команду IG Там уже Эквапат Да там все были Круто, конечно, все это выглядело IG в пятером слились И на ровном месте Причем слились И что дальше делать Пока что непонятно По голде 12 тысяч В пользу LG DCDC По экспириенсу 11 тысяч Тоже для них Агрессива После оркета 1400 на руках У Лины 2000 после появления Поинт Бустера В Курьере ничего 1000 остается до Аганима Аганим это минус СФ Как я понимаю 1200 всего ХП для СФ Ну да, Аганим И 2-3 удара с руки Не Аганим, точнее А ульты 2-3 удара с руки В это время убили у нас Веника На нижнем лайне 15-2 И анстапа был для Шики Лагуна Блейд от него Так Андаинг у нас С Клакой С Мекой Скорее всего выйдет в итоге В Пайп Ну и для Квапы Мы видели 1600 на руках У Агрессива Со стороны команды IG Веник До сих пор без Мекки Бернинг Даже страшно смотреть С чем Бернинг 1100 есть у него на руках Что с ними делать Непонятно Купить Я не знаю Буханку хлеба И просто птицам покрошить Может это как-то Карму почистит У нас Бернингу И ему попрет В этой игре Пока что команда IG Просто сыпется Как дети И команда IG тут на SF Тоже кстати не заканчивается По рахетизму SF тоже толком без фарма Ну и улетает Просто отсюда Агрессив Улетел Сделал Не поперло Или протупили С расстановкой лайнов Вот вам пожалуйста Результат Ну посмотрим Может быть IG Еще и на характере Вытащит эту катку Тогда вообще будет Замечательно Я-то не против Так у Феррари у нас Юл Огрклаб ПТ Рейсбенд И Боттл есть тоже У ФПЛ мы видели Печально все Для Шейкера Только-только Вот седьмой левел Получился У Виджи Доктора Шестой левел Наконец-то есть Ну и артефакты Я не озвучиваю Потому что Артефактов нет На ПЛа В Рифорд Шейке Под ноги Стан Лагуну Блейд Даже не будут юзать Доппергангер Проюзали Но здесь Бернинга С руки развалят Калин Блейд Просто от Экзеда Даже не тратит Лагуну Блейд Лина Не к чему это Ну придут еще друзья А я все уже потратила Куда? По Нетворсту Давайте посмотрим Ух Феррари 2000 проигрывает Линия Проигрывает Квапи 1200 Проигрывает Аксу 8 Тут 300 голды Дальше идет Гардер После Феррари И он В принципе Имеет всю команду IG Рубик Единственный Кто хоть как-то Парад бомжей Внизу разбавляет Потеряли Квапу Просто на ровном месте Отдалась у нас Queen of Pain Потеряли Т1 Внизу Игроки Команды CDAC У Экзеда Уже есть Hood of Defense Blink Dagger Force Staff У Акса У какого СФ У Экзеда Да Экзед на мидлейн За Фантом Лансером Тот Доппельгангер На хайграунд Быстрее бежать На мидлейн Перемещается Акс В это время Т2 Здесь развалили Шики Спокойненько Отсюда уходит Мувспид большой Тут в принципе Шики Даггер Необходимо приобрести Все таки Они Плотнейшим Образом давят 14 тысяч золота 13 экспириенс Аксп Стоит здесь В вардах Экси Ему в принципе Не страшно Это все В общем то ХП реген Неплохой Поэтому Ничего особенного Здесь не происходит В команде CDC Ни в коем случае Нельзя останавливаться Там есть Фантом Лансер Который Если соберется В артефакты Хотя бы Маломальский Будет делать Больно Любой Вообще Боевой единицы Команды CDC Тоже Можно сказать ОБСФ Феррари В принципе Кроме Лины Соло Кого угодно Выключает Ну да Кроме Лины Кроме Квапы И кроме Акса И кроме Андайенга Рубика Выключает Соло И то не факт Приземлился Дал Телекинез Да Печальная ситуация Тут как Не ищу Я положительные Стороны Для команды IG Найти их Не удается Хотя Поверьте Я старался 22 с половиной Минуты Графики Остановились И пошли Потихонечку Вниз IG Поднимают Голову А сделать Это им Давать им Это сделать Ни в коем случае Нельзя Фантом Лансер Умирает у нас На топ лейне Забирает его В это время Квин оф Пейн CDC На Рошана Даже если IG об этом знают Ну и что И куда Собственно И идти Смысл Подходить Ну не вижу Никакого смысла В принципе Даже В прошлом файте Вот здесь Вот под Т1 Внизу Когда в пульс Нову Три героя Команды CDC Поймала Никто не умер Теперь этот пульс Снова Второго левела Но и команда CDC на месте Не стояла Укрепились Под хил Под сейв Мека есть На андаинге Есть Худ оф дефенс Готовится еще И выход в пайп У Рубика Тоже если что Урнов шадоус Когда нибудь Пополнится Поэтому Умирать по идее Не должны У Лины После аганима 2700 Где даггер Шики Веник старается Здесь дефать Через плагвард Но Лина Например Без вопросов Забирает эти плагвард Причем Расстреливает их Из пулемета Можно не жалеть Ману Просто даешь Драгонслейв И Лайтстрайкер И спокойненько По 2-3 удара Наносишь на каждый Из вардов Поднимают ветра Здесь Вичдоктора Через Каллингбейт Берсеркер кол Я думаю даже зря Здесь ее зал Икзет Дальше можно бежать Что там у Вичдоктора Давайте вообще Глянем на КДА А вот он КДА Посмотрите Как ровненько Зеленое Отграничено От красного 6-0 Лина 5-0 Акс 4-1 Квапай Дальше 1-3 СФ 1-3 Веник 1-5 Бернинг На Фантом Ланцере 0-3 Шейкер 0-4 Вичдоктор Больше повторять Это не хочется Ну и по Нетворцу Тоже дичайший Перефарм Феррари Кое-как еще Конечно старается Феррари Есть БКБ ЕУ Больше пока ничего Но это лучше Чем вся вообще Команда Айджи Кси единственный В Мекку собрался Правда Этой Мекки Не хватает Ни на что вообще Ну и Медас Есть для Кси Аганим Собрать возможности Пока что Никакой для Кси Кью Пошел В Бернинга Каски полетели От Кью Краденые каски Бернинг Кью Заяц Здесь В итоге Доппельгангер Фейт На Кью Ну и живет Пока Рубик Фейтболт Есть от Рубика На Фейта Бросили здесь Бросили урнов Шадоу Фейта Скорее всего Здесь заберут Остальные все ушли Ну и Фейт Без Даггера Да без вообще Без ничего Умирает Фейт Минус 2 Делает команда Си Ди Еси 23 Ай Джи 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 Делайте что-нибудь Это же не сложно Вообще написать Good Game Well Played И Undying Зашел просто На 150% Хорошо У Акса 3 700 Уже на руках В принципе Пайп А ему и не нужен Пайп Пайп приобретает Здесь Другой персонаж Пайп Уже летит Для Undying Акс Просто с одним Худом Будет ходить И не обязательно Вообще ему Нет худа Без добра Не обязательно Вообще ему Куда-то Комплектоваться Продавай его И покупай Тараску Прямо сейчас Нет Мистик Став Приобретает себе Акс Скорее всего В Шуас Гвард Будет выходить Или в Хекс Просто поиздеваться Над командой Аджи По золоту 20 тысяч CDAC По экспириенсу 21 Тоже за ними Ну аджи В принципе Прошлую игру Против команды Ньюби Миракл Тоже первую игру Выиграли очень уверенно Вторую слили Не очень уверенно Слили Не так уверенно Как эту сливают Вот Ну и здесь тоже Первую игру Выиграли Видно было Что на классе Выигрывают Вторую Просто-напросто Отдают Вот Забесплатно Лина БКБ Провязала Поднимает ветра Здесь веника Рассказ под ноги Кси здесь умирает Еще до того Как провязает ульт Дезвард пошел от Чи Дезвард Ни в кого вообще Ну и дальше Лина готова файтиться Можно за Фейта Фессуру ловит Лина Отрезают у нас Шики Шики просто так отдается Зачем? Я так и не понял Зачем это и кому было нужно Шики у нас отдался И отдается еще и Гарда Бернинг Уже с Диффузами Квапа Соник Вейв Двоих Минус Феррари Минус Скорее всего И Бернинг Минус 3 Делает команда CDC Даблкил от Агрессива Тут в лицо Так жестко наорало Что все в панике Просто От фейта Даггер аут Фессура И бежать Наконец-то Появился Даггер для Шейкера 11 левел На 30 минуте Чудо 23 тысячи По экспе В пользу CDC 20 по Золоту Готовится LGD Заходить на Хайграунд По нижнему Лайну Летит сюда Веник Есть фейт У фейта Есть В принципе Эхо слэм Можно просто Собрать Крипов Вокруг себя Но Акс Терпит Пошел гель На Акса Фейт Эхо слэм В итоге Все это Акс Переживает Пайп провязал Бандайнг У него не получается У него нет Маны Бедняги Унстаповал Для XZ Лина еще До сих пор Не возродилась Уже Команда IG По 500 раз Отправилась В таверну Вроде IG Все делают правильно И крутые Хаслэмы От Шейкера И нормальный Пойзон Новый От Веномансера Да и Бернинг Вроде старается И Феррари Все стараются Все хотят выиграть Но То что происходит Здесь по фарму Как ты выиграешь 23 по золоту 26 по экспириенсу С кем здесь бороться Но Прошу заметить У команды CDSC Фактически нет Серьезного Такого Хардлейта Такого героя Который после 50 минуты Не будет вообще Равных себя знать А у команды IG Есть веник Это раз Нет веника Был веник Ну ладно Допустим Появится Чуть попозже Веномансер Так вот Появился Веномансер Байбек Вот Кси Так вот Есть Веномансер Который Сагадима много В принципе ХП срезает Команды CDSC Есть Фантом Лансер Который В общем-то При фулл запаке Всю эту команду CDSC Уничтожает Абсолютно Спокойно Возможно IG Именно в этот Хард 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 Лейт И пытаются Выйти И CDSC Ничего не делают Для того Чтобы спушить Хотя бы Одну сторону Они топчутся Под хайграунда И знаете У меня все больше Конечно веры В то что IG эту катку Вытащат Дико конечно Будет на все это Смотреть Но тем интереснее Не такие Камбеки были И 40 тысяч Отыгрывали И теперь А теперь CDSC Потихонечку Будет отступать Запомните этот момент 25 тысяч CDSC По золоту И 27 28 По экспириенсу Мне кажется Вот с данного момента С 31 минуты Графики пойдут Постепенно вниз Собираются CDSC Вместе Ну это я так В принципе Думаю Мне так кажется БКБ Узает Феррари И агрессив Просто с руки Разваливает у нас Феррари Где у нас В это время Бернинг Бернинг Бегает Под тамбой Минус 2 Делает уже Команда CDSC IG на хайграунд Здесь Ксис Здесь Фантом Лансер Феррари Просто в очередной раз Сам себя подарил Ну и провязали Соник Вейв От квапы Квапа Здесь кстати Асаут Керрас Провязали Тамбу Провязали Ульту Андайинга Вернется СФ Можно будет И пофайтиться Ну и у Лины Через 25 секунд Будет Лагуна Блейд На хайграунд Врывается Команда CDSC Здесь Варды От Веника Пока что Не ультил У нас Кси Мека Пошла по всем Т1 Забрали Бернинга Ловит здесь Агрессив Выхиливает Его Чи Минус Смит Делает Команда CDSC IG Ждут Когда вернется Феррари Все Феррари Вернулся Ну на хайграунде Уже не пофайтишься CDSC Отошли PL Не умирал Вот ему бы найти Здесь Тараску Где нибудь Просто завалялась Где нибудь Тараска Чтобы PL Подобрал Еще бабочку Еще какой нибудь Артефакт Конечно тогда Шансы у команды IG были бы Более чем существенные Сейчас PL Надо потеть За всех Абсолютно SF Соло От квапы Просто Вообще Рассыпается Квапа Не кастует Ничего В SF Она стоит И бьет с руки И вот эти 180 демеджа Плюс Кераса Плюс Оркет Который залетает У нас В Shadow Финда Это все В общем-то Смертельное Для него Здесь Феррари Мне кажется По дичайшей Тупости Умудрился Слиться Он стоял И не мог Понять Что происходит Почему Квапа Наносит ему 4 удара А у него Уже практически Нет хп Queen of Pain Которая Вроде По факту С руки И не бьет Теперь у нас Супернюкер Бернинг На Эншентах И здесь Шики Ждет Бернинга Бернинг Доппельгангер На хайграунд Повезло Очень даже Повезло Поставили Тамбу И отходит Командайджи Бернинг Не сливается Андайн Приобретает Себе Вангвард В скором времени Я думаю Появится Кримзонгвард На Андайн Единственный Кто заботится Во всей команде CDAC Это и Пайп тебе И Кримзонгвард И Мека И Аркан Буци Нормально Вообще 4 артефакта Все командные Все юзабельные У Пейла 1300 на руках Виталити Бустер Для Бернинга Больше пока Ничего Врывается На хайграунд Акс У него уже Есть Шива Развалили Опять Виномантера Шики Имеет совесть Просто с одного Лагуна Блейд Умирает Виномантер Поставили Кси Пофармить Легкую линию В соло Кто-то нафармил Ну и Бернинга Здесь ловят У Бернинга Байбека По-моему Нету Да это Гуд гейм CDAC Додавили Эту катку Но если бы не Додавили Вообще Ни одного матча Их не смотрел бы Больше никогда И вам бы не показал Поздравляем команду CDAC Выиграли они С потрясающим Преимуществом По фрагам По Золоту По опыту Да по всем Вообще на свете Вот IG Сегодня из 4 матчей 2 выиграли 2 проиграли Поздравляем CDAC Ну и что На данный момент Заканчиваем мы Трансляцию У нас Последний матч Был на сегодня Услышимся мы с вами Уже завтра Все анонсы В группе ВКонтакте Заходите Подписывайтесь На канале Ютуб Нашим И Все в принципе Будет тоже На Твиче Здесь Подписывайтесь На нас Оповещения Будут Подписывайтесь На Твиче Будут для вас Оповещения Буду рад вас Видеть на каждом Из своих стримов Напомню что Это студия Агрокам ТВ У микрофона Друг Меньше играйте в доту Больше читайте книгу Слышимся Слышимся